Всем привет, это Matt Lakers Channel и сейчас мы поиграем в игрушку под названием The Sun and Moon. Эта игра была сделана за 48 часов специально для Ludum Dare 29. Тема конкурса была под поверхностью и собственно сейчас мы посмотрим как в этой игре реализована эта самая под поверхностью. Так, игра уже показала, что здесь прошел 10 уровней, всего здесь 30 уровней, давайте я сам в начале начну. В общем, что у нас есть, мы играем вот за вот такую штуковину и нам нужно собрать 3 точки, которые вот так вот блестят и потом добраться до выхода. В принципе довольно бесхитростно все. И еще у нас есть особая способность проходить сквозь стены, когда мы зажимаем Z вот таким вот образом. Вот, довольно интересно выглядит. Да, иногда точки бывают расположены внутри стен как бы и собственно вот так. Звездочки это те вещи, на которые нам нельзя натыкаться, потому что иначе мы умрем. Поэтому нужно аккуратно их избегать, вот так, примерно вот так вот, отлично. Так, теперь мы проходим сквозь стену, здесь оп, оп, так, так и добираемся до выхода, отлично. Этот уровень тоже завершен, уже пятый уровень, в принципе первые уровни они легкие довольно, что в принципе понятно. Так, и здесь еще зависит, ну вот когда мы находимся внутри стены, нас постоянно как бы гравитация тянет куда-то наверх. То есть вот если мы находимся вне стен, то гравитация тянет нас вниз, а иначе гравитация тянет вверх. Поэтому здесь нужно очень как бы аккуратно регулировать время вхождения, оп, вот вроде довольно неплохо получилось. Чтобы и все точки собрать, и случайно не вывалиться, если вдруг мы чуть позже войдем, чем нужно, то мы как бы вывалимся. Так, отлично. И давайте пройдем вниз. Так, это уже седьмой уровень. Так, и сейчас здесь нам нужно прибираться как бы так вот снизу. В принципе здесь понятно, да. Ой, захватить не получилось точку. Так, я наткнулся на шипы, к сожалению. Оп, давайте вот так вот. Так. О, отлично. Собрать получилось, но опять наткнулся на шипы. Я, когда я первый раз играл, я этот уровень прошел с первого раза почему-то сейчас. Сейчас не получается. Так, ладно, так. Спокойствие. Так, отлично. Так, теперь сейчас вторая точечка. Третья точка, нет, третья точка не схватилась почему-то. Опять не схватилась. Вот, отлично. Этот уровень тоже пройден. Замечательно. Так, и сейчас собственно то, что я говорил насчет управления гравитацией. Потому что если мы просто так прыгнем, мы ту нижнюю точку вообще никак не сможем достать. Поэтому здесь придется действовать очень хитро. Ой. В общем, заходить откуда-то сбоку, чтобы нам хватило, что называется, гравитации, чтобы допрыгнуть. Так, сейчас мы это повторим еще раз. Нет, слишком рано вошел я. А-а-ай. Так. Эх. Так, давайте попробуем просто допрыгнуть до вот этой верхней платформы. А потом уже с нее попробуем прыгнуть и допрыгнуть. Вот, отлично. Все получилось и мы можем идти на следующий уровень. Так. Так, это у нас девятый уровень. Так, здесь у нас одна точка наверху, одна точка прямо под нами. И одна точка гораздо ниже. Вот здесь она находится. Так. И этот уровень тоже довольно быстро получилось пройти. Так, следующий уровень, который я тоже прошел. В принципе, он довольно очевидный. Так. Сказал я. И как я добрался до той точки? Ой. Ой. Так. Я уже думал, я сейчас упаду вниз. Так. Так. Отлично. Этот уровень тоже пройден. Одиннадцатый уровень. Так. Наверное, мышка немножко отвлекает. Я ее уберу куда-нибудь. Так. Ага. Здесь мы вот так вот аккуратно спускаемся вниз. И специальные выемки для этого есть. Потому что, по-моему, если делать это не в выемках, то ничего не получится. Да, ничего не получается. Хорошо. Так. А вот сейчас вот. Опять что понял. Глубинную задумку. Она заключается в том, что... Чтобы пройти дальше, нам нужно, наверное, прыгать откуда-то отсюда. Так. Вот. Отлично. Допрыгнул. Двенадцатый уровень. Тык. Тык. Раз. Так. Что-то не на ту кнопку нажал для того, чтобы прыгнуть. Так. Давайте одну точку соберем. Теперь так допрыгнем сюда. И соберем вторую точку. Тык. Третья точка. И сейчас нужно аккуратно провалиться вниз, не нарываясь на шипы. Так. Да что такое. Так. Раз точка. Два точка. Три точки. И сейчас нам нужно аккуратно... Отлично получилось. Так. Тринадцатый уровень. Я, наверное, еще парочку уровней пройду. Там всего их тридцать. Чтобы вам тоже было чем заняться. После скачивания этой... Ай-яй-яй-яй-яй. Так. И... А. Все равно тут... Не получается рассчитать... Глубину вхождения в эту вот... Так. Давайте будем подбирать. Нет, надо еще... Отлично. Ой. У-у-у-у. В общем, здесь сейчас нужно сделать фигуру высшего пилотажа на самом деле. И все это... И все это... А. Нет. Так. Я должен собрать. Отлично. А. Вот это вот был фейл. Полный фейл. Так. Давайте еще раз попробуем. Так. Так. Сосредоточиться. Я второй раз слишком... Как-то... Вхожу слишком... Поздно. Так. Так-так. Так-так. Сосредоточиться. И... Почти-почти... Ну... Нет. Лучше с первого захода, по-моему, попадать в нужную глубину. Если попадешь с первого захода в нужную глубину, то все потом будет замечательно. Так. Нет. Слишком глубоко. Вот сейчас был в самый раз, но... Не совсем. Так. Ай. Вот. С самой первой попытки было все замечательно. Сейчас почему-то... Не получается. А. Ладно, давайте еще пару попыток и... Если не пройдется, то значит не судьба. Раз попытка и... 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 Так. Так. И... Ну... Вот. Вот сейчас, по-моему, нужная амплитуда. А-а-а! Ладно, давайте еще последнее. Самая последняя попытка. А-а-а! Ладно. А-а-а! Вот такая вот игра The Sun and the Moon. Солнце и Луна. Я ссылку оставлю в описании, по-моему, она довольно интересная. Можешь пытаться портить себе 30 уровней. Я вот на 13-ом застрял. Возможно... Чуть позже, если я начну... Попытаюсь еще раз я пройду. Потому что... Ну, я же почти прошел этот уровень, но... Сейчас вот не получается. И... Собственно, вот. Всем спасибо за внимание. И... Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok